Минувшие выходные вся страна вышла на субботник и Югра не исключение о всероссийской экологической акции «Зелёная весна», но и о сопутствующих мероприятиях. К ней мы поговорим с гостями. Я рад представить директор департамента городского хозяйства Руслан Ричапов в нашей студии и начальник управления физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации города Ханты-Мансийска Андрей Корчак. Доброе утро. Доброе утро, Андрей Владимирович Руслан. Всероссийская акция, такая масштабная, большая «Зелёная весна». Кто принял участие в этой большой акции, в этой «Зелёной весне»? Да, действительно. У нас 29 апреля окружная столица присоединилась к всероссийской акции «Зелёная весна». Это большой всероссийский субботник. У нас планировалось поучаствовать в проведении субботников 156 организаций города, но из-за погодных условий, там был ветер, не все пришли, но более 100 организаций действительно приняли участие. Порядка 2200 человек приняло всего участие. Ну, такие особо отличившиеся организации, могу сказать, которые действительно таким порывом вышли. Кого не смутил ни ветер, ни снег. Да, да, да. Очень активно приняли участие. Это «Газпромнефтьхантас», за что им большое спасибо. Наше акционерное общество управления теплоснабжения. Также приняли хорошо участие департамент культуры округа. Ну, хорошо, вы имеете в виду, пришли в большом составе и энергично, бодро. Энергично, и бодро. Почти в большую территорию. Да, и, кстати, убрали хорошую территорию, достаточно большие улицы, поэтому так достаточно хорошо приняли участие. Андрей Владимирович, не только уборкой занимаются все участники «Зелёной весны», а какие ещё мероприятия сопутствовали? Да, именно 29 апреля. Да, 29 апреля на центральной площади города Ханты-Мансийск состоялось мероприятие «Трезвая пробежка» по инициативе общественной городской организации «Трезвый Ханты-Мансийск». Собрались все желающие, которые поддерживают здоровый образ жизни, во главе с Русланом Михайловичем Проводниковым, звездой мирового бокса, чемпионом мира по боксу, депутатом Окружной Думы. Была проведена разминка и массовый забег по улицам города. Более 200 человек приняли участие и получили такой хороший заряд положительных эмоций. Ну и самое главное, это пропаганда среди всех жителей города, молодёжи, прежде всего, что на сегодняшний день модно вести здоровый образ жизни. И трезвый образ жизни. Да, и трезвый образ жизни, заниматься спортом, условия для этого все есть. И поэтому данное мероприятие было уже традиционным, в пятый раз оно проводится, поэтому мы надеемся продолжать данную традицию. Кроме этого, проводились флешмоб занятия с фитнес-тренерами на площади. Более 50 человек сдали нормы ГТО. Получили значки соответствующие? Ну, этапы, часть нормативов, порядка пяти видов из восьми они сдали. Кроме этого, были организованы раскрасть свои ГТО, то есть большие буквы раскрашивали ребятишки детских садов, младших классов. Поэтому достаточно всё ярко, интересно и красиво прошло. Творческая составляющая тоже была. Да, Руслан, ну вот субботники ещё продолжаются, можно сказать, что акция в разгаре. Каждый югорчанин, даже гости нашего округа могут принять участие в уборке дворов, улиц, проспектов. Так? Ну, я могу сказать только по городу Ханты-Мусильску. Да, действительно, у нас ещё три субботника. Это 5 мая, 19 мая и 2 июня. Все они, конечно, приурочены, несмотря на то, что они ежегодные, они в этом году приурочены к году экологии. Вы знаете, что в России объявлено 2017 год, это год экологии. Поэтому мы надеемся, что все трудовые коллективы, все население нашего города примут в этом участие. На самом деле, все достаточно позитивно относятся к этому мероприятию. Но ведь можно вообще присоединиться, даже проходя мимо. Вот в свободе найдёшь, увидел, что организация или определённое учреждение сейчас наводит порядок в каком-то месте, во дворе. Попросился. Просто взял грабли и присоединился. Тут главное не стесняться. В любом случае, каждого труда он ценен, поэтому это без проблем. А вообще какая-то обратная реакция была у людей? То есть вы слушали какие-то положительные отзывы? То есть стоит ли это продолжать, не стоит ли это? Мы, может быть, устали, не хотим выходить. Ну, нас очень радует то, что с каждым годом как раз больше людей принимает участие в этих субботниках. Если раньше были там, зачем нам управляющие организации, то сейчас действительно люди сами выходят, прибираться около своих домов. Поэтому достаточно положительный эффект. И большинство людей, они на самом деле принимают участие и считают это достаточно хорошей вещью. Ну что ж, действительно хорошая вещь. Мне кажется, надо не мусорить и сидеть в этот день дома. Просто не мусорить. Наша редакция уже на субботник сходила, но кто же мешает нам сходить еще раз? Вообще всем нам повторить этот такой марафон чистых городов Югры. Спасибо вам большое. Желаем вам хорошего, светлого дня и продолжения. И вам, дорогие телезрители, тоже. И мы скоро вернемся в нашу студию. Спасибо.